Взять сырую яичку, кокнуть в кружку, насыпать чернухи, то есть ржаного хлеба, посолить и перемешать. Именно такой рецепт в 1865 году для укрепления своих голосовых связок придумал церковный певчий по фамилии Гоголь. Жил он в Могилёве. Он даже название для своего коктейля придумал. Гогель-могель. Чем Гогель-могель отличается от Гоголя-моголя? И как его готовят сегодня, вы узнаете прямо сейчас. Следите за руками. Существуют десятки вариантов этого коктейля или десерта, но всех их объединяет одно. Это сырое куриное яйцо. Причем существуют варианты как с желтком без белка, так и с белком без желтка. Поэтому для начала нам нужно отделить одно от другого. Начнем с белка. Будем его взбивать. Кроме того, я добавлю ложку лимонного сока. Кислота поможет разрушить белковые связи. Так, как только белок примет кремообразную структуру, добавьте сахарную пудру. Ложка пудры на одно яйцо. Первый вариант готов. Теперь желток. Для начала их тоже нужно слегка взбить. Теперь добавим сюда полстакана молока. Желательно его предварительно слегка разогреть. Была такая польская певица, графиня Бронислава Потоцкая. Узнав о чудодейственном рецепте Гогеля, она стала его использовать, но отказалась от хлеба, потому что он полнит. А соль заменила медом. Да, неприятнее. И назвала уже новый рецепт Гоголь-Моголем. Добавлю пару ложек меда и для вкуса немного мускатного ореха. Выкладываем, выливаем и украшаем. В одном случае шоколадной стружкой, в другом молотой корицей. Вот вам два варианта Гоголь-Моголя. Один коктейль, а другой скорее десерт, который нужно есть ложкой. Ну а в память и в честь о создателе этого напитка Гогеле скажу вам на иврите приятного аппетита. БТАВО. А ВООБИ! Субтитры подогнал «Симон»